В святом Никольском, на ржавце, храме Тулы, митрополит Тульский Ефремовский Алексей совершил божественную литургию в день празднования иконы святителя Николая, именуемого Николаем Тульским. Благодарь Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие святого рука будет со всеми вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По преданию, в начале 16 века на болотистом месте надалеко от Тульского Кремля казаком Ермолаем была найдена икона Николая Чудотворца. Название Николая Тульского образ получил после чудесного избавления города от нашествия крымских татар под предводительством хана Девлет-Гирея в 1552 году. Список с иконой был у Ивана Грозного, который после взятия Казани дал указ возвести в нем храм в честь образа святого Николая Тульского. В 1920-х годах икона была утрачена. Осталась только ее фотография, по которой были написаны современные копии иконы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Под сводами этого храма предобразом святителя и чудотворца Николая, который более вот уже пяти столетий известен в истории Богоспасаемого нашего града под именем Николы Тульского, для того, чтобы опытно не дать возможность загаснуть в той лампаде искренней, живой и трепетной человеческой, христианской любви к Богу и Его друзьям. И среди них особенно к такому дивному святильнику веры и благочестия, каковым является батюшка наш родной, заступничек нашей печаль, чудотворец преславный, теплый наш любимец, святитель и чудотворец Николай. Почитание образа Николая Тульского возобновилось в 2001 году. Центром торжеств становится храм Никола на Ржавце, где находится список чудотворного образа, который ныне особо чтится казаками и военными, далекими потомками тех, кто века назад с помощью Николы Тульского защищал от врагов родной город. Субтитры создавал DimaTorzok